Маленькая мама В кризисном центре маленькая мама находятся те, кто проживал в неблагополучных условиях. Или те юные мамы, которым и вовсе некому помочь в сложной ситуации. Сегодня центр посетил губернатор Санкт-Петербурга и пообщался с его обитателем. Меседа прошла в непринужденной атмосфере, за праздничным столом. Здесь девушкам помогают в социальных вопросах, психологически, да и просто добрым словом. Обычная фраза «все будет хорошо» – это уже огромная поддержка для маленькой девочки, которая все-таки решила сохранить жизнь своему крошечному чуду. В отделении социальной реабилитации им помогают понять, что они не одни. Такой работой здесь занимаются именно такие люди. Неравнодушные люди, неравнодушные к чужой беде и желающие помочь, реально желающие помочь. Ну а правительство города, естественно, выделяет соответствующие средства. И мы заинтересованы в том, чтобы у нас было как можно меньше людей с изломанной судьбой. Сейчас здесь проживают 9 девушек в возрасте от 15 до 17 лет. Еще пятеро посещают центр консультативный. Георгий Полтавченко не только ознакомился с условиями, в которых живут молодые мамы, но и привез им подарки. Продуктовые корзины и сертификаты на игрушки и развивающие игры. В общем, самые желанные и необходимые сюрпризы для девушек и малышей. Сами девочки признаются, что кризисный центр для них значит многое. Для меня пребывание в этом центре очень важно. Я здесь научилась ухаживать за ребенком, воспитывать его. И мне здесь очень сильно помогают. Я бы не смогла вот так вот, если бы была дома, содержать его, надевать, кормить. Не смогла бы я этого. Приезд губернатора было очень волнительно. Мы все готовились. Но оказывается, он приехал, все так прошло нормально. Он оказался общительный человек, очень добрый. Кроме навыков общения с младенцами и комфортных условий проживания, к слову, каждая девушка живет в отдельной комнате. Молодые мамы здесь обладевают и специальностями, чтобы после выхода из декрета они могли найти себе достойную работу. Само отделение социальной реабилитации расположено в Кировском районе Санкт-Петербурга. Но обращаться сюда за помощью может и маленькая мама из любого другого района города.